Здравствуйте! Это программа интервью. 30 июня 1908 года к детовой венке упал Тунгусский метеорист. Стало быть, в этом году у нас юбилей. По этому поводу в Красноярске прошла международная конференция «Проблемы и гипотезы изучения Тунгусского феномена». И вот у нас сегодня в гостях профессор Николай Дроздов, а также председатель комитета по истории, археологии и этнографии регионального отделения Русского географического общества. Здравствуйте, Николай Иванович! Добрый день! Очень интересное название у конференции «Проблемы и гипотезы». Я к чему спрашиваю? 110 лет – это уже такой большой срок. Время стирает не только какие-то там, не знаю, существенные материальные артефакты, но и человеческую память, самое главное. Разве вот за толще десятилетий возможны еще какие-то гипотезы, обоснованные гипотезы в отношении Тунгусского феномена? Ну, вы знаете, 110 лет, гипотез много, различных теорий по тому, что же произошло 30 июня 1908 года рано утром. В 7 часов 45, некоторые 43 минуты, но суть-то не в минутах. Суть в том, что произошел взрыв 200 хиросим, сброшенных бомб на хиросиму американцами в 45-м году. Эквалентно 200 бомб. Это, конечно, колоссальная энергия, колоссальный выброс света, энергетики, потому что даже в Европе сейсмологические станции зафиксировали движение земной коры, а уже не говоря на Алтае, в Саянах, где стояли станции, тогда в России и в Сибири, их было немного, но они зафиксировали. И ночи были белые два дня там, да? Когда за 300 километров вылетали стекла в окнах, в деревенских домах, и когда лошади и люди падали от взрывной волны, конечно, это просто людей ввело в некое такое паническое состояние. Не конец ли это света, понимаете? И вот после 1908 года это остается большой тайной и большой загадкой не просто для науки, а для людей, которые интересуются всякими загадочными явлениями в нашей жизни и на нашей планете. Потому что мы в любом случае Земля – это космическое пространство. Это не просто, мы иногда ходишь и знаешь, что ты в космосе, это планетарное явление. И то, что к нам прилетело, когда прилетело. Вот этот кусочек метеоритного вещества, который рентгеноскопией был сделал Юрий Дмитриевичем Лавбиным, нашим исследователем красноярским. Говорит о том, что происхождение его около 5 миллиардов лет. Загадка. 5 миллиардов. То есть мы говорим, что наша планета, Земля, где-то 4 миллиарда, да, там с небольшим. А это 5 миллиардов. То есть, значит, это осколок от какой-то другой планеты Солнечной системы или другой системы космической, которая на орбиту Солнечной нашей попала и вращалась вокруг Солнца, никак не затрагивая орбиту Земли. А найдено это где было? Вот. Это найдено в Краснотуранском районе. В Краснотуранском районе? Да, в Краснотуранском районе. Вот тут, в принципе, и большая загадка того, что метеоритного вещества в точке, эпицентре, где произошел взрыв на высоте 5 километров над Венкийской тайгой, и, к сожалению, до сих пор есть валуны Джон, валун Джона Федоровича из Анфиногенова из Томска, который нашел этот валун. В торфяниках какие-то шарики там находят. Что это? И началось предположение. Предположение, вот сейчас, насколько известно мне, моим коллегам, кто исследует этот тунгусский феномен, мы его так называем, потому что... Аккуратно, да, на всякий случай? Но я еще, мне нравится очень слово «тунгусская дива». Дива – это хорошее русское слово, дива. Загадочное. Вот. Около сотни предположений, наверное, да, уже? А? Гипотеза уже около сотни. Да. Ну, 54 точно. А уже многое. Вот у меня есть, допустим, вчера на конференции, ну, мы истории могут все посмотреть в интернете, а вот то, что конференция вчера прошла в Красноярском научном центре, в Академгородке, вот, она собрала 80 человек, ученых, исследователей из нашей страны, и плюс у нас был профессор Бруно из Соединенных Штатов Америки, который долгие годы собирает архивные материалы для того, чтобы все же изучить историю исследования и противоречий. Ну, это чисто американский подход, он мне не нравится, противоречий ученых, вот он там различные записки в архивах находит, копается, ну, я бы сказал, иногда даже в грязном белье. Николай Иванович, 80 экспертов принимало участие, у каждого своя гипотеза или научное общество склоняется куда-то к одной точке? Вы знаете, почти у каждого своя. Вот это было интересно. Вот, допустим, Ольгин Иван Иванович, наш красноярец, который был участником всех экспедиций, Юрия Дмитриевича Лавбина, а вообще-то это уникальный человек, если говорить это очень долго, можно об его значении для исследования тунгусского феномена. Он создал фонд, фонд был у нас в Красноярске до, вот, он умер год назад, фонд, который он возглавлял, так и назывался, фонд «Тунгусский феномен». Энтузиаст же при чем, да, он не академик был? Да, это были чисто общественные, не государственные общественные, хотя государственные и частные компании были учредителями этого фонда. Так вот, Юрий Дмитриевич как раз и уделял большое внимание вот этим сочетаниям. Ну и, конечно, самым главным для него было, это поиск останков тунгусского метеорита. И не только метеорита, вот у меня один вопрос, вот этот вот символ, это что, это птичий или звездолет какой-то? Вот этот и звездолет, который установлен на месте падения, вот этот, такой же, точно. Это Юрий Дмитриевич, а я его храню как память. Юрий Дмитриевич был привержен к тому, что это был космический корабль. Космический корабль. И для этого он много предположений сделал. Но кто бы из нас не мечтал, что да, это был космический корабль. Но вот вчера на конференции один выступил и сказал, что это был дрон, заряжен каким-то веществом для взрыва Земли. Это тоже предположение, понимаете, вот что это дрон, откуда-то запустили, который должен был взорваться. Так вот этот дрон в форме там летающей тарелки и так далее. В математике рассчитали, что было две орбиты, оказывается. Одна орбита была, которая с востока шла, вот основная, этот вот. И должна была взрыв произойти где-то в районе Санкт-Петербурга, где густонаселенное место. И большое количество людей могло погибнуть. Так вот, с юга, с запада, с Монголии и района Алтая, второй след есть. И они взрываются над Тайгой. Да, над Ивенкией. Вот. Одна из гипотез подтверждена. Ну, такая загадочная, да. Но еще одна, вот Тимофей Дмитрий Николаевич раздел уникальнейший доклад о том, что это взрыв газа. Никакого ничего не было. После взрыва газа вот эти явления, которые произошли, которые описывают очевидцы, которые известны нам, волна, которая обошла и так далее. Ну, уже я не говорю о экспериментах Николая Тесла. В то же время, да? Тоже в это же время. То есть, подведением итогов этой конференции мы обращаемся к научной власти, то есть Сибирскому отделению Академии наук. Возможно, мы обратимся и к президенту Российской Академии наук о создании в Красноярске центра или какого-то фонда, ну, скорее, научного центра по изучению Тунгусского метеорита. Потому что это наш красноярский бренд. Это да. Это действительно не универсиады пройдут, все пройдет, футбольные чемпионаты, а это история. А это неразгаданная загадка, которую нужно изучить для того, чтобы мало ли что произойдет в дальнейшем с нашей планетой. Ведь за 4 миллиарда столько бомбило нашу планету с космоса, может и сдвиг с орбиты быть и так далее, тому подобное. Поэтому вот должно быть научное, обоснованное изучение этого Тунгусского финанса. Согласен, да. Должно быть, чем бы это ни было, версия абсолютно разная, от взрыва бытового газа, что называется, до абсолютной фантастики. Пусть это даже останется загадкой, но зато это действительно национальное достояние, красноярское достояние, научное или культурное. Николай Дроздов, председатель комитета по истории, археологии и этнографии регионального деления Русского географического общества, был сегодня у нас в гостях. Это была программа интервью. Увидимся.